всем привет вот вернулся из отпуска и продолжаю диванные наши посиделки меня часто спрашивают в комментариях почему я не говорю о русских музыкантах я не говорю очень много в быту поскольку общаюсь и являюсь частью вот этого самого рок-н-ролльного музицирования поэтому очень много разговоров и много вопросов ответов общения и прочее прочее я их очень люблю на самом деле я имею ввиду своих коллег знакомых русских музыкантов а почему я не говорю здесь о них почему не говорю говорю вот например один из самых моих любимых русских музыкантов мой товарищ даже не побоюсь этого слова с которым мы провели массу времени вместе и даже играли вместе но играли правда на квартирниках на сцене я с майком не работал ни разу это было очень здорово это было очень здорово и я немножко отвлекусь опять-таки русский рок русские музыканты что такое русский рок но это так дело в том что рок это вообще музыка интернациональная вот кстати я обращаюсь к тем людям которые меня обвиняют в том что вот ты не патриот американская культура английская музыка и прочее прочее рок это интернациональная музыка урок родился в америке как известно рок-н-ролл родился в америке и рок тоже родился в америке и больше нигде родиться не мог потому что америка в силу своей истории всего того как вообще эта страна появилась это сплав культур всех наций всех народов это итальянцы и русские и евреи и англичане и французы бельгийцы и черное население и африка и все что угодно все что угодно и все эти люди оказавшись вместе создали вот эту невероятную музыку который называется рок-музыкой каждый привнес элементы своей культуры и появилась вот эта чудесная штука африка привнесла барабаны об этом замечательно писал василий соловьев спаский в книге всадники без головы африканские барабаны блюз дельты абсолютно свободное повествование английские шотландские баллады еврейские мелодии французские мелодии все это вместе аккордеоны французские до зайдека помните такое ответвление блюза под названием зайдека блюз на аккордеоне вот это все оттуда и все это вместе получился рок это интернациональная музыка которая понятно всем в любой точке мира нам с вами например понятно как мы слушали beatles когда были маленькими еще и кроме слова love не знали ни одного английского слова и музыка воздействовала совершенно адекватно на нас также точно как на англичан на немцев на французов рок из америки пришел в голландию стал холодным до пришел в германию стал жестким пришел в британию стал изысканным по-британски таким джентльменским и пришел в россию и стал русским с русским мелосом не побоюсь этого слова с распевностью такой и с невероятным словоизвержением очень много слов очень много текста большой акцент на текстах но и отсутствие полное что было в начале в начале это было как раз все хорошо первые рок-группы там конца 50-х начала 60-х годов они выдерживались совершенно в таком интернациональном духе как ни странно хотя пели по-русски пели с тем же самым русским мелосом который я уже упоминал да но была такая интернациональная штука а потом пришел зачаточный советский шоу-бизнес все это переродилось в вокально-инструментальной ансамбле и стал вообще непонятно чем тут трудно обозначить что это было такое это была такая советская эстрадная песня исполненная якобы группой которая играла на электрических инструментах хотя начинали все эти участники вея играя совершенно другую музыку но тем не менее в русском уроке мне не хватает немножко африки не хватает вот этой части барабанной все таки ритмической она появилась но это опять таки осваиваться своей колокольни смотрю она появилась с переходом новые волны она появилась в конце семидесятых начале восьмидесятых когда русский рок трансформировался и стал уже таким общем мировым на самом деле хотя отличий очень много конечно очень много участники группы пинк флой когда приезжали в москву первый раз давно давно еще в замшилые волосатые годы не помню когда это было по началу 90-х что такое было вот они послушали много довольно московских групп и сказали что да но это такой очень специфический взгляд на рок музыку конечно у этих парней но тем не менее взгляд не взгляд а майк являлся одним из тех кто играл абсолютный рок абсолютный понятный в любой точке мира без скидок на то что это русский рок не русский рок английский американский это рок с большой буквы самый настоящий рок-н-ролльщик может быть первый рок-н-ролльщик такой стопроцентный тысячепроцентный наш отечественный парень наш ленинградский гений майк науменко миша михаил науменко и вот эта пластинка мне очень нравится в первую очередь тем что она ну настолько просто настоящая настолько без каких-то без напряжения сделано напряжение всегда слышно и и она она прекрасна этот третий если мне память не изменяет альбом майка первый ну первый вообще мой самый любимый сладкая на другие который был записан в студии большого театра кукол где майк работал некоторое время полная акустика но и полный кайф и вот та самая акустика которая является настоящим роком несмотря на то что это акустика вторая пластинка блюзда москву концертная уже электрическая с группой зоопарк очень кайфовая самая лучшая наверно запись группы зоопарк потому что то что было потом у группы зоопарк были блестящие песни майка великолепная совершенно сыграно все было ну мягко скажем так не очень здорово не очень здорово было несмотря на то что с шура хорбунов прекрасный музыкант прекрасный гитарист играл неистово от души все что можно илья куликов отличный бас гитарист данилов отличный барабанщик но группа студии не складывалась звучит зоопарк ну прям будем говорить плохо если говорить о студийных запись особенно последние записи которые были в студии лендок фильма по моему сделаны они совсем какие-то мертвые по звуку несмотря на то что песни классные а по звуку очень мертвые пластинки белая полоса вот ведь нет белая полоса это раньше было а музыка для фильма и пластинка она совсем мертвая просто по звучанию а песни хороший а вот это пластинка это сольный альбом майка и он настолько удачный настолько кайфовый записанном в студии ленинградского театрального института на маховой записывала игорь панкер гудков который ныне является большим кинодеятелем продюсером с которым я работал в кино мы сняли с ним два фильма и некоторое количество телевизионных сериалов сейчас он снимает сериал про группу король и шут вот так вот он работал там студии звукозаписи и летом запустил туда своего друга майка летом можно было заниматься подпольными записями потому что студенты были на экзаменах потом каникулы студия была свободной музыканты группы секрет заглядывали туда все время также как музыканты пинг флойд заглядывали в соседнюю студию где битлз записывали сержанта пеппера в общем все было здорово ну что значит сольный альбом здесь с майком играет и илья куликов на нескольких песнях на бас-гитаре саша храбунов на в одной песне играет на гитаре борис борисович гребенщиков играет довольно много юлик из группы вини пух играет в одной песни на гитаре и моно зуб он же панкер все это дело записывал драм-машина электроника та самая на которой был записан альбом кино 45 знакомая мне до боли со своим пшиканьем и пуканьем но она здесь очень органично и майк выдал просто на мой взгляд этом майковский сержант пеппер очень разнообразная пластинка начинается с увертюры симфонической да потом белая ночь белое тепло жесткий панк майк играет на гитаре играет монотонный риф все правильно все как надо без всяких вот этих вот залипух просто выдает рок такой в стиле был от андеграунд там не знаю кстати говоря он некоторых некоторых песнях играет на соло-гитаре здесь и чудесным образом панкер и или не панкер или гребенщиков или майк накрутили звук очень похожий на звук гитары марка буллана там где майк играет на соло-гитаре очень здорово получилось вот смесь такая вот андеграунд тирекса лурида от которого майк торчал с дикой силой все это здесь есть лето песня для цоя я и жарен как котлета разные стили совершенно белая ночь вот этот панк рок потом такая легкая песня лето золотые львы чистый боб дилан тысячи процентный боб дилан абсолютно борис играет здесь на губной гармошке подпевает в общем очень все убедительно я бы так сказал в стиле боба дилана до майка никто у нас ничего не записывал не сочинял и ни у кого ничего такого хорошего не получалось а здесь чистая дилановщина но своя несмотря на то что конечно там кое-что и взято от метра ну какая разница взято не взято мы слушаем на русском языке эту песню золотые львы одна длинная очень проникновенная ростофара на тидреда вместе с борис борисовичем гребенщиковым который очень классно играет на электрической гитаре здесь и играет таким звуком очень похоже на укулеле почему-то так получилось так получилось на двухдорочный магнитофон все это было записано на два двухдорочных магнитофона и со звуком творились разнообразные чудеса песня гуру мне не нравится откровенно говоря но это такая пародия майковская 6 утра на разрыв души я не знаю зачем я живу песня для свина настоящий чистый панк-рок свин потом эту песню играл с немножко измененным текстом а майк со свином в ту пору очень сильно дружили мы встречались вместе и у свина и у майка дома свина выпивали майк показывал эту песню свину свину она понравилась майк сказал я продаю тебе эту песню за бутылку сухого свин засмеялся бутылку сухого не взял но песню стал исполнять такое было в отличие от 6 утра которые все-таки хотим на разрыв души но светлая 21 дубль чудовищная мрачная просто ну можно сравнить с самыми трагическими песнями лурида но это не лурит это майк все-таки можно сравнить с леонардом коэном с такими печальными его произведениями ну зачем сравнивать лучше слушать время вперед вот здесь как раз майк играет аля марк болон на гитаре завтра меня здесь не будет но это привет бабу дилану слова train coming и сегодня ночью everything will be alright tonight это привет дэвида боуи тоже но абсолютно неважно майк был полон сил молод здоров у него все получалось все было впереди и он понимал что у него все сложится у него в принципе все сложилось именно так как он хотел здесь даже приведен от ксерокопирован его от ксерокопированного его письмо другу иши где он пишет о том что он смотрел на видео когда приезжал в москву к саше лепницкому пишет что посмотрел томми полный вперед рок-н-ролл heroes документальный фильм который мы вместе все смотрели где есть все герои рок-н-ролла для того время для 82 года это было просто чудом дальше пишет что он смотрел еще black sabbath скука тэд на джент скука но забавно токен хэдс ничего себе майк олдфилд так себе да я строить очень здорово пол маккарт не старый пердельник вот такое отношение майк как рок музыкантом нашим звездам эту пластинку важно слушать и получать огромное не нужно что значит нужно получать огромное удовольствие люди которые любят рок-н-ролл которые любят рок они получат огромное удовольствие от этой записи потому что она настоящее одна из немногих пластинок который без чудес без стремления угодить продюсером без стремления Попасть на радио, закомпрессировать так, чтобы на нашем радио это прозвучало Правильно спеть, исправить лажу какую-то Хотя лажи здесь нет, поскольку Майк изобрел такой способ пения Для которого не обязательно попадать в ноты Все равно все будет хорошо Вот этого ничего, всей этой дряни, которая портит музыку и убивает ее Здесь нет, здесь откровенное, совершенно настоящее пение, игра Отличные песни В общем, это живая классика Потому что Майк жив, как мы знаем Это настоящая живая классика нашего отечественного рок-н-ролла Я пошел пить